Безопасное производство в масштабах страны. В Самаре на Всероссийской конференции обсуждали вопросы внедрения специальной оценки условий труда. Более 200 делегатов из 57 регионов на протяжении двух дней будут обмениваться опытом, а цель выработать конкретные механизмы решения проблем. Анна Архипова продолжит. Не силой и натиском, а конструктивным диалогом гости конференции планируют найти механизмы в решении вопросов, связанных с охраной труда. Нормальные безопасные условия на предприятиях, дополнительные льготы сотрудникам вредного производства, в этом должен быть заинтересован современный работодатель. Здесь самая прямая такая экономика рублевом. Соответственно, ему выгоднее будет вложиться в нормальные условия труда с тем, чтобы потом снизить свои затраты по платежам в государство. Или, если он создаст безопасные условия труда работникам, соответственно, у него будет меньше издержек на выплату соответствующих компенсаций работникам. Травматизм, профзаболевания, как итог экономические потери. От этого нужно уйти, уверены участники Всероссийской конференции. Самарский регион не случайно выбран в качестве площадки для обсуждения. Областные власти уделяют особое внимание вопросам охраны труда. Во многом, благодаря реализации грамотной политики в этой сфере, удалось снизить уровень производственного травматизма. Мы строим, на мой взгляд, прямой принципиальный диалог с работодателями. И в рамках трехсторонней комиссии, которая курируется губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, нам удается такой диалог выстроить. И у нас работодатели, в том числе, очень серьезное внимание уделяют аспектам охраны труда. И мы сегодня на лидирующих позициях в Приорском федеральном округе. Изменения, которые в последние годы происходили в сфере охраны труда, отмечают и сами сотрудники крупных областных предприятий. Очень хорошая обеспеченность спецодежды. Будем говорить, так много головы людей одели. Потому что сейчас улучшаются все условия труда на рабочих местах. Оборудование новое вводится. Предстоящая реформа системы оценки рабочих мест по условиям труда уже одобрена Госдумой в первом чтении. Права работников и работодателей ущемлять не будут. Анна Архипова, Александр Дудко, Новости губернии.